Россия Чукотский автономный округ Действующие лица и участники путешествия Знакомьтесь, Никольшин Николай Организатор, вдохновитель путешествия Является членом экспедиционного центра Арктика Русского географического общества В 1998 году в одиночку совершил автопробег по маршруту Мысшмидтом Москва на автомобиле УАЗ-469 Был участником еще нескольких арктических экспедиций Самой выдающейся из которых является экспедиция с острова Средней Архипелага Северная Земля На автомобилях-амфибиях Емеля-1 и Емеля-2 К Северному полюсу Который был установлен мировой рекорд Является конструктором собственных моделей вездеходов-амфибий Один из которых вездеход Атлант А также путешествия принимали участие Внук Николая Данил Олег Андрей Дронов Игорь Фтюрин Фрейдович Илья Кандидат технических наук Ветеран экспедиционного центра Арктика Я Гопанец Евгений Старостин Максим Сын Ильи Фрейдовича Игорь Филатов Знакомьтесь Колесный вездеход Амфибия Атлант Транспортное средство 6х6 На пневмоколесных движителях сверхнизкого давления Двигатель Тойота либо Форд 75-70 лошадиных сил Дизель Кузов герметичный, дюралевый, клепанный В этом месте хочу внести ясность Некоторые вопросы Существует большое множество различных видов И магнификаций вездеходов Амфибий Которые в основном делаются И производятся энтузиастами своего дела На сегодняшний день Наиболее яркими представителями машин данного класса Замечу это моя собственная классификация Я могу ошибаться Являются вездеход Амфибия Эмилия На котором был совершен удачный поход на Северный полюс В котором принимал участие Николай Никульшин Вездеход Петрович А также вездеход Бурла Который на фоне Эмилия Атланта и Петровича Выглядит просто монстром Ну и собственно сам Атлант О котором пойдет речь в данном фильме Итак как было упомянуто ранее 7 июля 2017 года Мы с ребятами прибываем в аэропорт Певек Кстати сказать Этот аэропорт Региональный аэропорт Расположен в поселке Апапельгино 18 километров от города Певек Это один из немногих аэродромов Расположенных вблизи дальневосточного берега Ледовитого океана Способный принимать лайнеры первого класса Такие как Боинг 757-200 767-200 И надо сказать Для городка с численностью населения Чуть более 4,5 тысяч человек Это очень даже круто И еще Если когда-либо вы вдруг решите посетить этот город Перелет из Москвы до Певека Вам обойдется минимум 35 тысяч рублей В среднем 40 Ну а также цены варьируются от сезона Да еще бог весь с чего Так что они могут стоить и дороже В аэропорту нас встретил Николай Он с Ильей и ребятами, Максимом и Данилом Прибыли в Певек ранее После проверки документов И выдачи нам на руки пограничного пропуска Переезжаем в Сан-Певек Где ждут нас атланты Ну Почта, налога, все, керния Должны будут Веси ездить Они загрузили, все вещи загрузили Я же снимал кино этот Фильм этот Фапеля или как-то Играл Особенно национальный аккорд А, ну да Капсулы 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 Видели и капсулы Щекотки что же было Да дела только не было Ну Певекила не было точно Ну плохо что Он в Анадыре был сам Ну Постенен Потому что дальше Ну я думаю Разница в большой нет Ну там даже цередине Чем здесь Как я видел Кент-центр Город Певек Расположен на восточном берегу Одноименного пролива Соединяющего Чаунскую губу И Восточно-Сибирское море Основан в 1933 году И за короткое время Стал важным региональным портом Благодаря естественной гавани Чаунская губа Освоению северного морского пути И открытию олова на руднике Пыркэкай Позже Красноармейский Население в советские годы Именно в 1989 году Насчитывало почти 13 тысяч человек Которая резко сократилась в 90-е годы На сегодняшний день Оно составляет примерно Четыре с половиной тысячи человек Вот они, красавцы Атланты Высокие, мощные По нашему приезду На них еще велись Последние подготовительные работы Перед отправкой Да ничего Нормально Да, один он, видишь, запустили уже Андрюк Да, закончу Че ты закончишь Давай Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, тронулись путь Доезжаем до близлежащих магазинов Затариваемся продуктами Так и хочется здесь сказать Всего берите побольше Может, что-нибудь посолить надо будет? По пути заправляемся Выезжаем из города Итак, более детально Теперь о местоположении И маршруте Напомню Чукотский автономный округ Аэропорт по Пельгино Аэропорт по Пельгино Из Певека По Грунтовой дороге За городом других нет Выезжаем в сторону Бывшего поселка Южный Аэропорт по Пельгино Аэропорт по Пельгино Аэропорт по Пельгино В Южном Делаем небольшую остановку Это первый поселок Призрак на нашем пути О котором мало осталось Какой информации Расположен в 70 километрах От Пельга Горняцкий поселок В котором когда-то добывали Олова Проехав Южный Продолжаем движение дальше В сторону уже более крупного поселка Комсомольский Подъезжаем к поселку Пара слов о нем Официально ликвидирован в 1998 году До сих пор в нем действует Два золотодобывающих И старательских предприятия Чукотка и Квазар Численность поселка В 1989 году Насчитывала 3794 человека Когда-то в поселке Было две школы Музыкальная школа Спорткомплекс Два детских сада Даже сельскохозяйственная база Где разводился крупный рогатый скот И производилось молоко Проехав Комсомольский Сделав небольшую остановку за ним Продолжаем движение дальше Далее дорога уже была местами Вполне сносная Местами ее вообще не было Следуя этой дорогой Через какое-то время Спускаемся в долину реки Пехтемель Где тут же на удобной площадке Делаем остановку с рыбной ловлей И отдыхом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Река Пехтемель Река Пехтемель Рамского хребта Протекает по территории Иултинского района Чукотского автономного округа Длина реки 345 километров Падает восточно-сибирское море Пехтемель в переводе С чукотского Сломанный полос Нарты Здесь в пехтемеле мы ловим Наших первых хариусов Немного хочется сказать Об этой чудной рыбке Хариусы Род рыб Семей солососевых Отряда лососеобразных Характерным признаком Является большой спиной плавник И хотя он семей солососевых Мясо у него Вовсе не красное А розовое Больше похожее на мясо рыбы Ледяное Или хамсы Полупрозрачное Очень нежное Хорошая из хариуса уха Но мне лично больше он понравился Жареный У нас ребята Проблема Я одну кастрюлю Папа Грубляйте Нет Смотрите Вот Распределем В основном Гручат Вот так Распределем Лучше Не поставьте Вот Не получится Само Хорошая Часа два Отведав деликатесного Хариуса Немного отдохнув Снова отправляемся в путь Где наших атлантов Подчеркнув В нашем путешествии Ждало первое испытание Переплываем Пехтемель В этом месте отмечу Что именно эти атланты Не новички в различных экспедициях А история такова В свое время Они В разобранном виде Были доставлены На автовозах В Новый Уренгое Из Краснодара Откуда своим ходом По побережью Ледовитого океана Преодолев 7000 километров Прибыли в город Певек Откуда и началось Наше путешествие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Еще одно уточнение. С предыдущей стоянки мы трогаемся вверх по Пехтемелью против течения, то и дело преодолевая, переплывая его многочисленные рукава. Затем делаем вторую остановку в долине Пехтемеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чуть погодя после того, как мы снова тронулись путь, в долине, в долине, нам встречаются журавли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА